Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. У меня все плохо. Мне кажется, что меня сглазили. Как это узнать? Есть вопрос, часто встречающийся, подозрение в наведенной порче, в каких-то последствиях чужой недоброжелательности, определенным глаз помыванием или иным образом насылаемых бедствиях. Со стороны недоброжелателей очень часто для современников является оправданием, объяснением тех жизненных неудач, которые они замечают. Будь это трудности с работой, в отношениях с близкими, состояние здоровья, труднообъяснимые по логическому ходу событий, неприятности, с удобством приписываются современниками, сглазу к наведенной порче, к последствию какой-то договоренности твоих недоброжелателей, с мафиозными демоническими структурами, которые везде пронырливы, которые могущественны, которые неуловимы. И вот, поди ж ты, выкарабкивайся из сложностей своих, трудностей жизни, когда враг не виден, только последствия его злобной деятельности не дают спокойно жить и радоваться. Надо, прежде всего, нам определить две, несомненно, ясных позиции. Невидимый мир существует, и ангелы Божии, падшие духи — это духовная реальность, которая открывается нам и в Святом Евангелии, в Божественном Откровении. В словах Господа нашего Иисуса Христа, то и дело, звучит указание и на ангелов, творящих волю Божью и содействующих его промыслу на земле, и наличие духов тьмы, то и дело, приближение Господа к одержимым или каким-то телесным образом мучимым людям приносило им избавление от духов тьмы, а те очень осязательно и звучно подтверждали свое существование, когда голосами, когда тяжкими страданиями телесными людей, которых они мучили, иногда низвержением в пучину целого стада свиного по повелению Господню. И очевидно, что существует, конечно же, персонифицированное личностное зло в лице этих падших духов. Насколько люди сознательно или бессознательно этим духом тьмы служащие, имеют полномочия, доступ до обстоятельств нашей жизни, до состояния здоровья нашего тела, очень большой вопрос. Искренне верить в то, что злопыхатели, желатели зла имеют прямой доступ в высшие кабинеты власти всемирной, в систему управления промыслом Божьим и наводят там свои порядки, а Господь Вседержитель, как управляемая ниточками кукла, только и устраивает то, что повелевают злые духи, воодушевляемые злыми людьми. Ничего глупее такой картинки представить нельзя. Господь Вседержитель, мы, веря в Бога, верим в Его и творческое дело создания мира, и в Его промыслительное поддержание бытия мира своим постоянным и непрестанным, и всесторонним участием. Это, конечно, не отменяет печальных обстоятельств нашей жизни, худшая из которых смерть, а еще худшая — добровольный грех. Но, тем не менее, предположить, будто злая воля злых людей, вступая в содействие с духами тьмы, достаточно для того, чтобы обстоятельства жизни нашей сыпались в связи с этим. Из-за этого совсем не так, как нам бы хотелось, состоялись бы, складывались бы, вопреки нашей доброй воле, представить так это невозможно. Конечно, усилие вступить в взаимодействие с духами тьмы со стороны людей, подверженных своим страстям, первое из которых — гордыня, — дело известное и дело понятное, сознательное, несознательное, иногда даже именуя его своим богом, они, разумеется, пользуются некоторыми признаками взаимной склонности духов тьмы, которые под видом друзей все ужесточают свою власть над душой, им преданной. Но мы с вами говорим о их полномочиях по вторжению в жизнь другого человека. И здесь приходится признать все разговоры о порче, сглазе, грубом и пошлым суевериям, признающие причиной своих неприятностей злую волю духов тьмы или своих недоброжелателей этим своим убеждением исповедует свое отвержение от Бога, признает, что он не верует в то, что Бог есть Вседержитель, и жизнь нами совершаемая есть им устроенная, им ведомая, им окормляемая, им поддерживаемая наше с вами существование, впрочем, сообразная с нашей волей. Господь, предоставив нам этот мир, в котором мы пребываем, однако, в падшем состоянии, о чем не должно забывать человеку, стремящемуся добиться понимания сути происходящего. А мы хоть и находимся в состоянии поврежденном, но при этом благодатью Божию спасаемым. Если мы веруем в Господа, если мы принимаем дарованные им средства нашего преображения, нашего спасения, нашего приобщения к вечной жизни в Его воскресении, в Его паке бытии, то для нас реальность существования Господня, Господа, реальность Его близости к нам гораздо острее, чем воздух, который прикасается всему нашему естеству и всюду проникает в самих нас. Господь везде, ни с чем не смешиваясь, Господь только далеко отстоит от всего тварного не местом, но природой, пребывая всегда с нами. «Аз есмь с вами во все дни до скончания века», говорит Господь. Но недолго, я думаю, догадаться, что наше это подопечное состояние является следствием, с одной стороны, благости Божией, Его любви, а с другой стороны и нашего произволения, подтверждаемого, конечно же, жизнью, соответствующей воле Божьей. Когда мы живем по-христиански, когда мы мыслим по-христиански, когда мы молимся Богу, тогда и оказываемся под Его божественным оком и попечением ощутимо по жизни. Блажен, кто верует, тепло Ему на свете именно в связи с той реальностью Божественной близости, помощи, промысла, которое ощущает на себе человек верующий. Но едва мы представляем человека отвергшегося Божественного о себе попечения, то нетрудно предположить, что он-то и оказывается местом игралища злых духов и их партнер внутренний это страсти самого человека, которые совместно и устраивают нашу беспорядочную и исполненную скорбей потерь неустройства внутреннего и внешнего жизни. Получается, что обвинением или подозрением в порче, в сглазе печальных обстоятельств своей жизни мы можем только оправдывать свое собственное отчуждение от Бога Живого, свою нераскаянность, свою отчужденность от Него, свое состояние блудного сына, который своими мотивациями руководствуется, своими страстями управляется и неизбежно в тех скорбях, испытаниях земных, которых никто никогда не избежал, живя на земле, он еще чувствует и особую тягость души, мрачные предчувствия власти над ним тех, кто желает его смерти и временной, и вечной. И болезни это проявление нашей смертности и приближающегося неизбежного исхода, и нераскаянные грехи, и туго, тягость на сердце, это тоже некоторое предчувствие вечной смерти, которое может постигнуть того, кто за время земной жизни так и не желает обрести Господа и соединиться с Ним. Так что в качестве вывода можно сказать, что принимающий за порчу или сглаз неприятности своей жизни пускай отвернется, отлучится, отречется этого суесловия и обвинит самого себя в недостатке своего собственного о Господу расположения, в недостатке исправности на христианских путях своей собственной жизни, и таким образом вернется ему и благодушие, и осмысленность самих страданий, которые неизбежны при преодолении различных трудностей земной жизни, и несомненно ощутит и глаз хлада тонко присутствие самого Божества в своей жизни, когда Бог будет внушать ему и добрые задачи и цели по жизни, и покаянные и смиренные расположения, которые действительно являются обязательным предшествующим состоянием блаженства в Господе, с Господом и с благонадежным на Него упованием. Так что, оставив это ложное размышление и подозрительность в отношении недоброжелателей, будем при неустройствах и печалях наших возлагать упование на Господа, исправляя свою жизнь и Ему вверяя попечение о благе нашим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Субтитры создавал DimaTorzok